Как же я обожаю выражение жиросжигающая тренировка? Во-первых, давайте включим логику. Где мы набираем жир? В тренажерном зале или на дорожке? Соответственно, каким образом вдруг появилась жиросжигающая тренировка? То есть жиронаборная тренировка это на кухне, а жиросжигающая тренировка это в зале. Нет, это не так. Физическая активность нужна, и я не против. Но давайте рассуждать логически. Первое. Когда мы делаем кардио, у нас, соответственно, улучшается физическая активность. То есть мы ее увеличиваем, да? И дальше у нас улучшается работа сердечно-сосудистой системы. У нас тренируются мышечные волокна, называющиеся окислительными. То есть те, которые работают с участием кислорода. Если вы тренируетесь в зале, в тренажерном, и производите так называемую силовую тренировку, то благодаря ей вы улучшаете мышечную систему и, в частности, гликолитические мышечные волокна. И они нам тоже очень нужны. Занимаясь физической активностью, вы продлеваете по себе жизнь и продлеваете работу мышечным волокном. Потому что с годами мышечные волокна атрофируются, и окислительные мышечные волокна атрофируются быстрее, а гликолитические – медленнее. То есть, занимаясь физической активностью, вы не занимаетесь жиросжиганием. Вы тренируете свое тело и делаете его функциональным. И важна и кардиотренировка, и силовая тренировка, и так называемый функциональный тренинг. Хотя весь тренинг является функциональным, потому что мы тренируем функции организма. Вот и вся задачка. Больше ничего нет.